Девочки, мальчики, всем привет! Сегодня приготовим кабачковую икру на зиму. Ребятки, это самый лучший, самый испробованный рецепт на свете. Мы готовим по большому количеству. Это очень вкусная икра, как при Советском Союзе. Все, ребятки, гоу-гоу, поехали готовить вот такую вкуснятину. Значит, кабачки у меня целая коробка банановая. Банки, банки я беру упаковками. Вот, значит, 500 граммовая мало, а литровая много. У меня идут банки на икру всегда 700 граммовые. Вот, все, ребятки. Значит, я на такое количество не буду писать рецепт. На меньшее количество напишу рецепт этих, что там, кабачковой икры. Значит, вот эта банка у меня с того года, ребятки, последняя. Видите, вот я начинаю делать, и вот у меня последняя банка с того года кабачковой икры. Я уже показывала на Синдермендер канале, спрашивала, нужно, нет? Там столько комментариев пришло. Смотрите, какая икра. Это вот банка стояла, ну, не банка, мы делали 30 банок этой икры. Она стояла год. Смотрите, какой цвет. Дайте мне горошек зеленый и сосиски, и все, больше мне ничего не надо. Вот так на завтраке она у нас просто улетает зимой. Видите, какого цвета. И вот консистенция, не жидкая она. Вот как раньше продавали икру. Вот такую икру мы ели на Юнсабаде, универсале. Ммм, ее ложками можно есть, ребятки. Ой, все, ребятки, поехали готовить. Так что имейте в виду, ребятки, сразу не есть, сразу не есть. Она будет невкусная. А когда она постоит, и когда она остынет, она будет, ну, видите, что? Значит, ребятки, смотрите, с 5 килограмм кабачков, 5 килограммов, без жопки, без носика, вот этой, что там, вот этой кожицы, да, шкурки, получилось 570 грамм. Это немного с 5 килограмм. Видите, она совсем тоненькая, тоненькая. Сейчас я покажу, ребятки. Я чистила вот такой вот шинковкой. Она самая лучшая. У меня было их миллион разные, были очень дорогие. Я все повыкидывала, и вот остановилась на вот этой. Смотрите, здесь вот такая еще штуковина, но я ей вообще не пользуюсь. Не знаю даже для чего она. Вот, и вот это видно для морковки, что ли. Но морковку по-корейски ни в коем случае с такой делать нельзя, потому что выход будет очень тонкий. Соломка будет тонкая, и выделится очень много сока. И в итоге морковка по-корейски с такой шинковкой, она будет сухая у вас. И снизу будет одна вода, сок один. Не делайте вот с этого морковку по-корейски. А вот эта штуковина самая лучшая. Они стоят 50-100 рублей, смотря где. На вот, знаете, где шарабара всякая продается. Дешевая посуда, хозяйственные магазины. Смотрите, кто-то по 50 рублей продает, кто-то по 100. У меня таких 3 штуки. Значит, они чистят вообще тоненько. Видите, вот тут, ну вообще вот, вообще тоненько. С 5 килограммов 570 грамм вот эта шкурка. Я ее убираю, потому что кабачки очень вредные, противные. Я снимаю, снимаю. Удаляю. От меня не убудут, если вот эти 570 грамм. Я выкину. Почистили морковь, почистили лук, готовые кабачки, готовые кабачки, готовая морковь, готовый лук. Мы это будем готовить все вместе. Но вот эту часть я вам покажу, сколько чего я буду добавлять. Нарезаем лук. Значит, можете нарезать, как вам нравится. Я нарезаю вот так пополам. Вот так на 3 раза и ушел. Вот так, ребятки. Такими дольчиками. Вот так, ребятки. Вот такой лук, видите? Морковка. Морковку тоже будем обжаривать. Я ее нарезаю вот так пополам. Видно, да? Еще раз вот так пополам. Вот так. И еще раз вот так вот пополам. И вот так вот. Не только-не только. Я еще хотела сказать, ребятки, морковку я не натираю на терке. Ни на какой. Потому что во время жарки, когда жарится эта морковь, ну, мне не нравится через терку, она получится, ну, как каша. А здесь надо, чтобы было нарезано кусочками. Вы же плов делаете же на терке, не трете же ведь морковь. Вот это вот самые лучшие кусочками, и все это будет хорошо обжаривать. И остался кабачок. Кабачок как хотите режете. У меня вот они молоденькие. Значит, смотрите, ребятки, мы их почистили. Если у вас кабачки вот такие огромные, вот приспевшие, огромные, они тоже подойдут. С них в любом случае снимаете шкурку. И если большие семена, и вот серединка, знаете, такая вот она бывает, все, она уже как сухая, значит, вы вот эту вот середину вот так все вырезаете. И, значит, вес у вас будет без вот этой середины, где вот она такая прям вся. У нас вот молоденькие кабачки мы купили, маленькие. И вот так вот. Можете просто пополам. Просто я так делаю, чтобы у меня быстрее все это обжарилось. Хотя все зависит от того, какого объема у вас будет казан, что там кастрюля, где будет жариться. Вот так, ребятки, значит. Вот, видно, да? Вот такие вот кабачки. Вот столько мы перерезали кабачков. Значит, вот с этой части вот я сделаю на YouTube. А вот это я буду уже сама готовить без YouTube. Значит, пропорции будут на вот эту часть. Вот визуально сколько моркови, сколько лука и сколько кабачков. Все, ребятки, начинаем готовить. Ребятки, смотрите, это мне подсказали подписчики наши. Кто, если не знает, вот так вот 700-граммовую баночку, вот столько набираю в водичке. Все, и ставлю в микроволновку. Вот так поставим в микроволновку и нажимаю на 4 минуты. И все. Вытаскиваю, и они у меня вот там такие стерилизованные, такие прям хорошие, горячие. А я раньше вот такими делала. Вообще это так долго, ужасно долго. Вот спасибо вам огромное, что вы мне подсказали вот так вот. Первая партия у меня готова. Смотрите, сколько икры. Вы знаете, многие спрашивают в комментариях, Люба, а вы куда столько делаете закруток? Вы съедаете или вы их продаете? Что вы делаете с этим? Потому что не маленькие количество. Кстати, ребятки, уже пол старого времени у меня язык все. Вот мы... И почему я готовлю ночью? Потому что, ребятки, днем у меня другие дела. Когда я консервирую, у меня практически занимает это очень много времени. Практически весь день может занять консервацию. Вот. И мне приходится делать это все ночью. Когда все сделаем, рассадим клубнику. Вам наши закрутки. И я скажу, куда это все девается. Все, ребятки. Кастрюля вообще не знаю даже сколько литров. Такая вкуснятина. Ням-ням. Ням-ням. Значит, я варила икру, ребятки. Сейчас уже утро. То есть, да, утро. Варила икру до 4 часов утра. И вот у меня осталась партия, которую я должна приготовить сейчас на канал. Вы представляете, у меня закончились банки. Столько было много банок. А там, оказывается, они все такие винтовые крышки. Я с ними не кручу. Значит, вот Саня утром поехал, купил банки. И продолжаем съемку, ребятки. Ребятки, что касается соли и сахара. Значит, я вот так взвесила. Вот здесь у меня сахар. И вот здесь соль. Соль у меня крупная, каменная, пищевая. Вот. Я это взвесила ложками, я не буду отсчитывать. Я буду по весу. Но вам советую, все пробуйте. Вот сначала посолили икру, размешали, пробуем. Через какое-то время опять пробуем, потому что соль растворяется постепенно. Дальше также добавляем сахар, пробуем. Значит, смотрите, ребятки. Видите, голос уже бодрый. Я обжариваю сначала морковь, потом лук. И обжариваю его в казане. Вот лучше всего вот плов, да? Не в кастрюле. Вот. Нам нужно, чтобы морковка обжарилась так, чтобы сверху был вот кляр. Вот, чтобы она хорошо обжарилась. И этот. А кабачки мы будем... Кабачки в таком количестве, ну, даже если будет вот такой слой, они не будут жариться. Они в любом случае будут тушиться. Значит, я беру мантыжницу, у нее толстое дно. Для этого подойдет кастрюля. Значит, разогреваю казан. Вот даже не знаю, сколько буду масла, потому что на глаз, видите, вот так вот в этот мерный стакан вылила все масло. И наливаю масло. Мантыжницы будем тушить. Что там? Как это? Кабачок. Так, ну, сколько сюда? Должна видеть дно. Ребятки, все на глаз. Вы можете делать меньше, можете больше. Но икра любит масло. Все. Туда, значит, закидываю кабачки. Вот, ребятки, нарезанные кабачки. Прямой эфир, ребятки. Вот так. Здесь нагревается масло. Не надо в теплое масло кидать морковь. Зачем вам это надо? Вот, видите, полное кабачков. Все, здесь масло, значит, как проверяю, нагрелось оно или нет. Кидаю луковицу. Вот луковица сгорит, значит, масло хорошо нагрелось. Лук пожарился, видно? Видно, видно, видно. Лук пожарился. Все, закидываю сюда этот, что там, морковь. О! Кабачки накрываем. Нет-нет, помешиваем. Значит, морковь нам нужно прожарить до вот такого хорошего холодильника. Ребятки. Сейчас шерезку найду. Огонь большой. На большом огне. Самый максимальный огонь. Огонь очень большой. Почему обжариваю сначала морковь, потом буду лук? Потому что лук, он, знаете как, ну, после, вот лук даже вы обжарите до золотистого цвета, закиньте морковь, и у вас морковь так не прожарится в луке, как вот сама по себе морковь. Все, жарим. Ребятки, смотрите, жарила 15 минут. Огонь, смотрите, какой. Видите? Огромный. Огонь такой хороший, хороший огонь. Это вот самая большая комфорка, там прям такое пламя. Все, 15 минут. Значит, смотрите, вот вы должны почувствовать запах такой, вот, вот она прожарилась. Видно, она прожарилась. Видите, она как бы собралась, так вот съежилась. Когда вы делаете плов, когда на плов делаете зирвак, когда морковь там готова, вы чувствуете вот этот вкус, да, вот сладкий такой вот. Пошел сладкий такой вот, вкусный. Вот вкусный, сладкий вкус. Вот здесь тоже, смотрите, у всех газ разный. У кого-то электроплита. Вам нужно обжарить так, чтобы вот сверху, вот как она, как будто покрылась колером. И как бы чуть-чуть съежилась. И у нее самое главное, пошел сладкий вкус. Жареной моркови, жареной. И без крышки, и огонь самый максимальный. Нет-нет, помешиваем. Все, у меня морковь дошла, она готова, ребятки. Все. Отлично. Теперь закидываю лук, репчатый, белый. Можно зеленый, можно какой-то, шучу, зеленый нельзя, можно красный какой-то, белый. Все, и размешиваем лучок. Огонь большой. Все жарим на большом огне. Нам не нужно делать вот эту кашу, не накрываем крышкой, не надо это тушить. Весь вкус икры, это вот эта морковь, правильно пожаренная морковь. Не надо ее тушить. Все, большой огонь, ну следите. Вот когда я жарю морковь с луком, да, зажарку там на супчики, мупчики, у меня частенько морковь пригорает. Так что следим, ребятки, следим за морковкой. Значит, 10 минут я обжарила на большом огне. Вот так вот помешивала, чтобы морковь не сгорела, а то сейчас сгорает она. Вот так. 10 минут. Теперь закрываю крышкой и делаю огонь. Ну, где-то средний сейчас. Вот так. Кабачки. В кабачках уже появился буль-буль. Видно, да? Видно. Кабачки вот ставила вместе с морковкой в одно время. Кабачки уже тушатся. Сколько они там? 30 минут. Также перемешиваем. Дно поднимаем, вот так, видите? Там видите, сколько сока? Видите, вот. Так что ни о какой жарке речи не может быть. Они должны хорошо протушиться. Все. И накрываю крышкой кабачки тоже. Где там крышка? Все, ребятки, тушим. Привет, ребятки. Привет. Ребятки, смотрите. Нужно ее тушить до тех пор, пока у вас лук. Попробуйте вот один лучок. Вот, чтобы он у вас не был хрустящий. Вообще, ни малейшего намека, что какой-то есть вот малейший хруст. Все, лук должен быть, сейчас подвину. Лук должен быть полностью мягким. И тут такой запах, вы знаете, вот лук поженился с морковкой. Вот просто, знаете, вы хоть вот так закрывай. Реально, очень вкусно. Вот когда зирвак, еще раз говорю, делаете же, ведь там уже такой вкус, да? Вот. То есть все на большом огне, потом, когда все это пережарится, накрываете крышкой и тушите. Тушите до тех пор, помешивайте, чтобы лук был мягкий. Вот, если чуть есть хруст там, где у вас пломба и что там у вас, я не знаю, вот, чтобы вот этого этого не было. Все, теперь беру хорошую томатную пасту, ребятки. Сейчас я сделаю стулью, что у меня здесь как-то не по-людски. Ложка столовая пищевая одна. Ложка вторая пищевая с горкой, прям вот, вторая. Паста у нас очень хорошая. От пасты очень много зависит. Три. Четыре. Давайте пять. Пять ложек. Таматной пасты. И теперь уже без крышки нужно ее прожарить. Не бойтесь, это немало, не забывайте. Ребятки, у нас кабачков 5 килограммов. Вот то, что сейчас жарится, это и есть вкус икры. А кабачки это что? Кабачки это губка, которая впитает в себя всю вот эту вкусняшку. Фактически кабачки что? Они безвкусные. Вот эту икорочку, ой, вот эту пасту нужно хорошо прожарить. Все размешать, чтобы потом в процессе варки там не были эти. Раз, и найдете там кусок вот такой томатной пасты. Все, огонек побольше. И обжариваем прям большой огонь. Все. Отлично будет, вкусно будет. Ай, как вкусно! Пока жарится вот эта вкусняшка, я прям этим черпаком, не стесняйтесь, ребят, лезьте туда. Смотрите, что с кабачками. Все, они уже готовы, ребятки. Все, а там уже все, размазняем. Видите, вот пюрешка. Правильно, столько тушились. Все, кабачки я выключаю. Ребятки, минут 5-7 обжаривалась морковь с томатной пастой на большом огне с открытой крышкой. И обязательно нужно вот так размешивать, чтобы томатная паста не пригорала сюда, к казану. Все, теперь я все это выключаю. Кто-то, смотрите, можете это сделать так, чтобы вот это все эти зажарки у вас остыли, и вы можете перекрутить два раза через мясорубку. Можете перекрутить один раз через мясорубку, второй раз через блендер. Вот, я не жду, когда оно у меня остынет. У меня мощный блендер, и ему ничего не грозит. Видите, он весь металлический. Значит, я погружаю блендером вот сюда везде все. Везде все. Пюрирую полностью. Все, ребятки, вот так нужно взбить морковь. Смотрите, видите? Вот так вот. Гладкая, равномерная, хорошо взбитая кабачки. Я прям этим же блендером не мою. И вот так же взбиваю. Все, ребятки. И так же должны взбить очень хорошо, тщательно кабачки, чтобы у вас получилась вот такая гладкая, однородная масса. Видите, вот она одинаковая. Чтобы не было комочков там морковки, где-то кабачок попался. Все должно быть вот в такую кашу-малашу вообще, вот в ноль. Видите? Видите, ребятки? Все, готово. Вот столько получилось морковки. Вот, видите, гладкая, однородная. Вот. И так же этот, кабачки, видно, да? Вот они. Вот, как пенка, как пенка. Теперь нужно это все фрешать. Или сюда, или сюда. Я буду, конечно же, в Казани готовить. Вся масса однородная. Как раз в Казанчике. Глаз алмаз. Теперь я буду добавлять по вкусу соль. Соль у меня крупная, каменная, пищевая. И так же буду добавлять сахар сладкий. Значит, ребятки, рецепт будет под видео в описании. Нажмите на название видео, и снизу появится рецепт. Значит, ингредиенты, количество соли будет под видео. Потому что я сейчас буду добавлять. Соль не сразу же устворяется. Чуток попозже еще попробую на соль. Если меня соль устраивает, я добавляю сахар. Тоже по вкусу. А вообще правильно, вот, рецепта нету. Делайте все по вкусу. Вот, посолили, размешайте хорошо, пробуйте. Пробуйте. Если не досолили, еще добавьте. Не надо, не постраивайтесь под соль. То есть, под мой рецепт, как я солю. Вкусы же у всех разные, количество продуктов тоже разное. Хотите, вы можете положить вообще много морковки. Хотите, меньше сделайте морковки. Не надо по весам, вот прям, знаете, столько кабачков, столько морковки, столько лука. Ни в коем случае. Никогда так не придерживаюсь. Беру на глаз и все. И солю, и перчу, и уксусом добавляю. Все на глаз. Все, ребятки, сейчас попробую. Отлично. Отлично. Теперь добавляю сахар сладкий. Все в граммах напишу. И сахар, и соль. Ребятки, добавляю черный перец по вкусу. Ну, вот так вот прям. По вкусу. Значит, смотрите. Красный перец острый. Я сюда не добавляю. Паприку я сюда не добавляю. Вот объясню почему. Черный перец, он душистый. Вот красный перец, мне здесь остринка, она вообще ни к чему. Вот кабачковый икре. Если вам нравится, можете добавить красную икру. Паприка, по мне, она вообще никакой роли не играет. Так как здесь роль вся идет, вот этот пережаренный томат. Он дает весь вкус. А тут надо в больших количествах добавлять эту паприку. И мне она не дает вкуса. Я лучше ее, надо что-то другое потрачу. Использую. Все. Вот для меня соль, сахар, черный перец и уксус. Но уксус мы будем добавлять практически в конце, когда уже икра будет готова. Все, ребятки. Если, смотрите, икра сейчас у меня теплая. Если она вот так уже закипает, видите, вот это пух, пух. Это не значит, что она уже готова и ее можно закручивать. Ни в коем случае. Но нагревается и вот икра вот так вот стреляет. Вот. Значит, поставили мы на огонь и засекаем 30 минут. Вот во время этого 30 минут мы открываем крышку и помешиваем. Все. А сейчас вот так вот. Закрываем плотно. Вот. 30 минут. Ребятки, прошло 30 минут. Я даже вот так вот аккуратненько. Ой, 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 ой. Сейчас, ребятки. Вот прошло 30 минут. Я отключила. Сейчас просто нужно добавить уксус. Наш я добавляю уксусную кислоту 70%. Вы, если у вас 20% уксусная кислота, 9, 6, добавляйте по чуть-чуть, по чуть-чуть и пробуйте. Вот пробуйте изначально какая икра и по чуть-чуть добавляйте, чтобы в икре присутствовала небольшая кислинка. Вот так все. Сейчас я опять пробую. Сейчас идеально. Смотрите, вот эта. Шумовка стоит. Видите, ребятки? Вот. Накрываю вот так. И на 3 минутки где-то вот так. 3-5 минут, раньше нет. И начнем закрывать, закручивать. Все. Все. Вот такая крови. Видите, она еще стреляла, как посмотрите на крышку. Это вот все выстрелы. Видите, вот эти бульки. Это вот эти бульки, ребятки. Смотрите. Видно, да, эти бульки? Вот. Теперь смотрите. Вот такая у меня воронка. Я ее промыла. И обдала еще кипятком. Баночки у меня 600 граммовые. Смотрите, какая икра. Вот половник стоит. Смотрите, ребятки, видите? Смотрите, самое главное, чтобы овощи были чистыми. Шкурку я в любом случае срезаю. Там выход небольшой. Молодые, старые, какие там кабачки, неважно. Шкурку я, кожицу эту я снимаю. Потом обязательно хорошо нужно для вкуса прожарить что-то, морковь. Хорошо протушить кабачки в отдельности. Потом все это хорошо протомить. В общем, когда не смешать блендером, протомить все. Это вот все должно быть чисто. И самое главное, уксус и соль. Смотрите, баночки набираем полные. Чтобы без всяких этих. Вот так. И чтобы не было пузырьков, ребятки, смотрите, что мы делаем. Я вот так вот делаю. Видите, вот так, что она. Вот здесь сбоку пузыречки. Вот так вот, дрыггадрыгая. Дискотека, ребятки. Смотрите, какая обалденная икра. Видите, никаких этих пустот. Все. Закрываем вот такими крышками. Можно использовать винтовые крышки, ребятки. Они должны быть герметичные. Они не должны быть ржавые. Они должны быть хорошего качества, плотные. Тогда у вас икра не вздуется. Вот такая икорка, ребятки. Красота? Красота. Смотрите, сейчас она, вы будете пробовать, она вообще невкусная. Когда она остынет, останется у вас остатки утром, или когда вы будете делать, попробуйте. Совсем другой вкус. Все, ребятки, а я буду закатывать. Значит, 5 килограммов кабачков. Получилось 2, 4, 6, 8, 9 баночек 700-граммовых икры. Значит, ребятки, все переворачиваем кверх ногами. Все банки. Вот так вот. Видите, сколько получилось? Ого-го! Одна ночь зиму кормит. И накрываем норковой шубой, ребятки, до полного остывания. Вот так, побольше шубы. У меня, видите, 2 норки. Все, как остынет, можно хранить в погребе, можно хранить в квартире, можно хранить в шкафу, под столом можно хоть где. Везде хранится отлично. Ребятки, кому понравилось, готовьте. Ставьте лайки, пишите комментарии. Готовьте на радость. Это реально, это на самом деле. Это вкусно. Мы каждую зиму это делаем. Еще и баклажановую икру, и кабачковую делаем. Это реально вкусно. Все, ребятки, всем пока-пока.